всем привет это обзор олега его аналогов от колен красный и сегодня у меня в обзоре настоящие китайские кастомные фигурки по человеко-пауку почему кастом и потому что это скажем так не основные не основные ведущие китайские компании которые производят мини фигурки и насколько я знаю китайцы зачастую очень любят при производстве новых мини фигурок слезать образ кастомных мини-фигурок который выпускает различные кастом щеки что у нас за мини-фигурки сегодня будет в обзоре первыми фигурка выйти сама маленькая это у нас стервятник по фильму человек паук возвращение домой потрясающими не фигурка фигурку нас от компании а.ф. потому что было написано что за компания при анонсе только вышла по мне так давно где-то месяц или два назад у около того я заказала и не сразу заказал комбо вместе с вот этой потрясающей фигуркой рина по фильму нового человек паук высокое напряжение вы видите прекрасно что фигурка мега вообще крутая детальная там есть сборный корпус в общем офигенная фигурка сейчас выложу все посмотрим что у нее имеется эти фигурки я покупал для пополнения своей паучьей диорамой уж очень хорошие уж очень детальные и реально соответственно своим образом из фильма поэтому для меня это лично очень хорошее пополнение в коллекцию это что в коллекции даже в диораму и так как видите я разложил мне фигурки вот такое здесь большое количество различных деталей каждая из мини-фигурка скажем так составная но именно мех мини-фигурки составной сами мини-фигурки нас вот здесь они имеются это сам у нас рина сам носорог и сам стервятник о мини-фигурках мы с вами поговорим чуть позже сейчас же я просто вам предлагаю посмотреть на это количество деталей вообще на самом деле очень круто что китайцы выходят на такой уровень делать вот такие вещи пускай даже если они зачастую бывают и копийными то есть они скажем так в кавычках копируют других кастомных моделей которые делают кастом щеки именно профессиональные ребята все равно приятно ведь вот такие интересные индивидуальные вещи и очень приятно видеть вот такие литнички это меня сразу напоминает мое детство когда я собирал различные модельки вот звезды от других компаний военной техники очень прикольная штука мне всегда нравился именно из литника вытаскивать эти детали потом их вместе скреплять здесь клея не нужен я надеюсь но давайте осмотреться соберем вместе посмотрим что самое интересное что самое интересного для этой мини-фигурки вина у нас китайцы положили отдельную вообще инструкцию смотрите это вообще нонсенс не никогда такого не было сколько я собирал глайдеров зеленого гоблина я это делал по китайским видео ни разу не было никакой инструкции вообще не намек и ничего тут смотрите целая бумажку бумажку на положили но стеревятник сожалению мне придется собирать по видео либо по анонсу изображения то есть тут к сожалению нашли такой косяк лад собираем и так Так, фигурки наши собраны, и я хочу сказать, что китайцы не перестают удивлять. Это, правда, очень интересные кастомные фигурки, они хороши по-своему, они очень круто выглядят, они выглядят реалистично, они выглядят так, как выглядят в фильме их герои, которых они копируют, но не все так хорошо, не все так гладко, есть свои нюансы, есть свои, скажем так, ошибки, и китайцы, как всегда, вот в погоне за высшей просто пушечной детализацией, которая здесь присутствует, упускают некоторые вещи, некоторые моменты, и фигурка, по сути, просто, стендовая, при игре она, ну, не развалится, но так или иначе, есть неприятные вещи. Что ж, давайте мы начнем наш обзор, начнем мы со стервятника. Потрясающий наш стервятник, мега копийная фигурка, фигурка у нас по фильму «Человек-паук. Возвращение домой», это у нас такой, скажем, кибертехнический стервятник, не классический, где он просто в виде такого, скажем так, тотемного животного, не знаю, это у него здесь такие техничные крылья, пушечная просто детализация, посмотрите, какая проработка, мне нравится, что печать очень хорошо легла, все супер-мега круто выглядит, именно на крыльях у нас крылья составные, они состоят у нас, по-моему, из четырех частей, это вот одно крыло, потом второе крыло, и там еще вот эта турбина, она вставляется еще в одну деталь, я сейчас дальше покажу, и из такого механизма они собираются. Сзади выглядит это вот так, очень все красочно, очень все детально, но тут моя похвала, китайцы в этом лучше и лучше в своем деле, но есть, конечно, нюансы, они чуть дальше. По играбельности, крылья у нас складываются, видите, как прекрасно они у нас складываются, у них два положения, первое мы сложили и второе вот так вот, сейчас я спереди покажу, как это выглядит. Выглядит спереди, это невероятно круто, это правда, как настоящие крылья, какой-то большой птицы гигантской, они реально так вот складываются, прикольно, что у нас крылья вот в такой форме диагонали, и по функциям, по функциям крылья все, то есть у нас, по сути, птичка только вот так вот складывается и все, и расправляет свои крылья, но птички-то у нас могут свои крылья еще больше расправить, То есть, к сожалению, вот сюда уже ничего не выгибается. Я очень боюсь вот сюда их выгнуть, эти крылья, потому что они, мне кажется, что сломаются. По качеству пластика. Пластик именно крыльев очень хороший, достойный. Не такой, как урина. Что мне, скажем так, не понравилось. В погоне за высшей, просто высшей детализацией, гитайцы сделали вот такие мега-крутые, реально. Ему лапы стервятника с такими вот когтями. Это выглядит реально круто. Смотрите, они двигаются. То есть, по сути, наверное, он может какую-то добычу себе схватить. И да, мини-фигурка может держать другую мини-фигурку. В данном случае другого стервятника. Смотрите, как он ее держит. Прикольно, круто. Интересная функция, правда. Но я считаю, что вот она лишняя немного. То есть, прикольно то, что они заморочились, сделали, подготовили вот эти детали экзоскелета. Они еще их покрасили в такой серебряный цвет. У нас еще вот эти его репульсированные орудия, которые были в фильме, круто сделали. Но это просто у нас как аксессуар, а это прям многофункциональный аксессуар. Мне кажется, что он немножечко лишний. Также еще один минус. Это то, как крепятся у нас крылья к мини-фигурке. Они крепятся не совсем хорошо. Я дальше покажу, как. Что происходит из-за этого плохого крепежа. У нас в мини-фигурке крылья постоянно разбалтываются. Почему? Потому что у нас крылья, по сути, крылья, по сути, прижимает голова. То есть, приходится вот так надавливать на голову, на торсик, чтобы хорошо присоединилось. И крылья нормально держались. Но все равно при игре он будет так или иначе разбалтываться, и крылья будут отходить. Дальше сейчас покажу, почему так происходит. Вот почему это происходит. Потому что у нас вот этот полукруг, он не полностью завершен. Не знаю, зачем сделали это китайцы. Можно было это сделать. Тем более, смотрите, они специально в этой меховой накидке сделали выемку под эту штуку. То есть, я думаю, можно было заморочиться и полностью доделать этот полукруг, чтобы голова нормально прижимала эти потрясающие крылья. Из интересного у нас еще вот такой вот шлем потрясающий. Он у нас детальный. То есть, у нас вот это стекло вставлялось в сам шлем. И также у нас вот такая меховая накидка на кожанки нашего стервятника. По принтам. Сама мифигурка. Выполнена отлично. То есть, принты, они хорошие по качеству. Хороший сам пластик, отливки, торсик. Тут даже они специально еще раз напечатали этот экзоскелет зачем-то. Хотя можно было просто сделать. Зеленые ему брюки оставить. Но они его продублировали. Сделали сами экзоскелеты ног. Здесь у нас также имеются принты. Я так понимаю, это все часть костюма его на кожанке. Очень мне понравилось его выражение лица. Лицо прикольное. Вполне себя копирует Майкла Китона. И для сравнения у нас справа оригинальная Леговская мини-фигурка. Вы видите прекрасное отличие. Отличие у нас и в шлеме, и в принтах. Но это китайцы. Китайцы, как всегда, все делают детально. Не скажу, что мини-фигурка прям кардинально отличается. То есть у Лего свой взгляд на принты, и у каждой мини-фигурки, скажем так, свой шарм. Но самое интересное, самое интересное, это Леговский гигантизм. То есть вот это крылья, оригинальные Леговские крылья. У стервятника, которого я показывал чуть ранее. И вот крылья, которые у нас у китайцев. Вы прекрасно видите, что размер у нас куда меньше. И я вам скажу, что маленький размер, он, естественно, смотрится куда более каноничнее, чем этот большой любимый Леговский гигантизм. Следующая мини-фигурка у нас Рина. Потрясающая мини-фигурка Рина. Реально, она вот так вот выглядит очень круто, пока ты начинаешь ее трогать и играться ей. Сразу вам скажу, что данная мини-фигурка у нас выполнена в масштабе биг-фигурки Леговской. Для сравнения, вы прекрасно это видите. Это у нас тролль из «Властелина колец». Это круто, что китайцы сделали у нас каноничного Рина из конца второй части о новом Человеке-пауке. Сделали мега крутой детальный его мех. В масштабе биг-фигурки это реально круто. Это соответствует масштабу Лега мини-фигурок и его аналогов. Теперь давайте посмотрим на него поближе. Я пока им не играю, не рассказываю всех минусов. Мини-фигурка у нас состоит из шести частей. Это у нас вот эта прекрасная голова, которая у нас снимается. Далее расскажу, как. Сам корпус основной, то есть его торс. Две ноги. Две вот такие ноги. И две вот такие руки, которые двигаются. Ну, что тут говорить, детализация просто вышечная. Просто вот они просто взяли, посмотрели фильм. Возможно, они являлись авторами этого меха, не знаю. И полностью все скопировали. Мне очень нравится вот этот принтик красной звезды, который у нас присутствовал в фильме. Очень жалко, что в фильме очень мало уделили экранного времени данному герою. Хотя, может быть, так оно и надо было. Сзади, смотрите, как все детали у нас. Тут какие-то, не знаю, какой-то бочонок, оружие. Сразу видите, что у нас упало и отвалилось. Да, вот это самый главный минус. Ладно, поехали о минусах сразу. В общем, при игре у нас постоянно отваливаются вот эти пушки. То есть я легко-то их задел, они тут же отвалились. Ну, это прям вообще косичище лютое. Потом вот эти у нас патроны, они выполнены из резины, они гибкие. Резина реально очень хорошая. Проблема в том, что вот эти крепления, за что они должны цепляться, смотрите. Видите, как они вывернуты? Они вправо зачем-то хотят, должны были наоборот. Потому что мы вот так вот их цепляемся. Я, может быть, конечно, цепляюсь неправильно. Вот. Но вот так цепляешь с одной на руке, потом цепляешь сзади за основную вот эту часть. И при игре, то есть при игре, при задевании, она вот так легко выпадает. Безусловно, это более как коллекционная мини-фигурка. Но я думаю, что ребенок, который копит эту игрушку, ему будет не в кайф эту штуку потерять, а он ее потеряет. И все. Дальше. Что я думал? Я, честно, когда покупал мини-фигурку, думал, что у нас голова, она вот так открывается. Но нет. Голова так не открывается. Она тупо держится на мини-фигурке. То есть, смотрите, у нас здесь есть выемка. Мы надеваем эту голову на мини-фигурку. Конечно, прикольно сделано и просто. Но это не всегда легко сделать. Это не всегда легко попасть с первого раза. Хотя вот сейчас попал. Но бывает, что не получается это сделать. Снова попал. Но я честно вам говорю, что у меня не попадало. Не получалось попадать. Потом, смотрите, очень прикольно, что мы можем сделать, ему руки вот так крутить. Руки у нас здесь крутятся достаточно хорошо, практически на 360. Действует, конечно, ограничение вот это небольшое. Но мы можем вот так его поставить. И, как в фильме, попытаться изобразить сцену погони. И у нас носорог выглядит как носорог. То есть, он может вот так вот бежать, если что. Еще один из минусов данного меха. Это сзади вот такие ставятся специальные установки. Я так понимаю, это ракетные установки. Они собираются из вот таких вот трех деталей. И они вообще никак не держатся. То есть, малейшие просто вот движения. И они вот все у меня вниз упали. Я их даже не стал крепить. И на видео вы их не увидите. Потому что, ну, нет смысла каждый раз их поправлять. И я вообще даже не вижу смысла в них. Почему они не сделали это длитым летником, я не знаю. То есть, вот как функционал, это достаточно лишняя штука была. Следующий минус, помимо вот этой головы, которую иногда трудно поставить, это мини-фигурка. Мини-фигурка сама шикарная. Но то, как мы ее должны поставить вовнутрь, то есть, она у нас там держится, как видите. Вот видите, оценим ноги. Сейчас я ноги оттуда достану, потому что это целая история. У нас там есть специальный стад, на который мы ставим нашу ми-фигурку. Но не отсоединив вот эту всю историю, не рассоединив ее, и предварительно не поставив туда ми-фигурку, очень трудно вот так ее туда с первого раза поставить. Потому что ноги у фигурки достаточно очень хорошо подвижны и прокручиваются. То есть, зафиксировать мини-фигурку с первого раза практически невозможно. Или вот так у вас, может быть, случайно обезглавили Рина. Мини-фигурка Рина. Он же носорог, он же Алексей Сидзевич. Да, вот так тоже можно представлять мини-фигурку. Вот так держится наша голова на мини-фигурке, чтобы у нас в месте все целиком мех выглядел нормально. Мини-фигурка просто отпадная. Мне очень нравится этот гопник. Он реально выглядит как гопник, потому что на нем костюмы Adidas, Abibas, Олимпийка наша любимая, три полоски, черненький, очень он такой на стиле. Реально крутая мини-фигурка. Вот знаете, любую голову выбирай и вообще будет очень, очень реалистично смотреться. Мне кажется, что вот так вот в кепке и с вот такой вот рогаткой образ гопника ему еще больше подходит. Но правда, очень прикольная мини-фигурка получилась. Вот этот еще крест, прям ну вообще респект. Костюм реально очень похожий. И такое небольшое пузико у него. Хотя в фильме в мехе носорога он был, по-моему, не в костюме, а просто чисто в белой футболке. Согласитесь, что вот так куда угрожающе выглядит, чем вот эта вот голова непонятная носорога. Но я лично испугался бы гопника в механизированной броне. Так, что я вам скажу по итогу. Мини-фигурки, безусловно, стоят своего внимания. Они, так или иначе, все равно хороши. Несмотря на свои небольшие минусы о том, что отваливаются вот эти детали, несовершенненные механизмы. Может быть, на мой взгляд, лично на мой взгляд, некоторые детали слишком лишние, слишком детализированы. Но они хороши. И я думаю, что в моей коллекции они будут смотреться просто шикарно. Я однозначно их рекомендую к покупке фанатам вселенной Марвел и к фанатам Человека-паука. У меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Пишите комментарии, есть ли у вас такие мини-фигурки. И вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм-канал, где мы укладываем все новинки Легио-аналогов. Всем пока!